Добрый день, уважаемые пользователи и партнеры программных продуктов 1С. Меня зовут Митницкая Наталья и сегодня я поделюсь с вами нашей разработкой под системой управления требованиями к проектированию объектов строительства на базе программного продукта документооборот для компании «Донстроинвест». Компания «Донстроинвест» – это ведущая девелортнерская компания Москвы, работающая на рынке недвижимости с 1994 года. Сегодня в активе компании более 40 реализованных строящихся, а также разрабатываемых проектов в сфере жилой недвижимости общей площадью более 4 миллионов квадратных метров. Компания входит в пятерку крупнейших застройщиков Москвы, специализируется на строительстве жилых комплексов бизнес-класса, является лидером в строительстве высотных жилых зданий. За время своей деятельности компания построила более 40 жилых комплексов площадью более 4 миллионов квадратных метров, в том числе и московскую высотку «Триумф Палос», до 2007 года являющуюся самым высоким зданием Европы и жилой комплекс на берегу Москва-реки Алый Паруса. Плагманским проектом компании является квартал «Сердце столицы», занимающий территорию 14 гектар нашей Лепихинской набережной Москва-реки рядом с зеленым центром Москва-сити. Крупнейшим проектом компании является жилой комплекс «Символ», занимающий около 60 гектар в районе Лефортово. Цели, которые были подставлены перед проектом, это автоматизировать подготовку строительно-проектной документации без использования продуктов от Microsoft, в частности от Word, повысить эффективность работы организации за счет сокращения сроков и повышения прозрачности процесса согласования проектной документации, обеспечить целостность, достоверность и актуальность согласуемой информации, уменьшить время и трудозатраты на подготовку и поиск необходимых документов, улучшить контроль исполнительской дисциплины. Для себя мы выделили три главных риска проекта. Это сжатые сроки разработки, всего лишь три месяца новой подсистемы, которая не существовала в природе, использование нескольких языков программирования. Мы для себя выбрали Явас, Крипт, HTML и 1С. Переобучить сотрудников, работающие с продуктами исключительно Microsoft, работе в 1С, которые никогда не работали. План график проекта выглядит следующим образом. Старт проекта начался в середине июля и уже к середине августа, то есть ровно через месяц, стартовал этап разработки. И опытная промышленная эксплуатация длилась полтора месяца, с учетом того, что новогодние праздники были. И с 1 февраля система перешла уже в промышленную эксплуатацию. Фактически трудозатраты со стороны заказчика были выделены функциональный заказчик, который понимал и бизнес-процесс, и руководитель проекта, который понимал, как это тоже все реализовать на базе 1С. Со стороны исполнителя был выделен консультант, руководитель проекта, а также на этапе разработки были подключены три программиста по 1С, по Явис, Крипту и по HTML. Конечно, использование нескольких языков программирования не вселяло в нас надежды, но со стороны заказчика была заинтересованность к новому, того, чего никогда не было. И общими усилиями на каждом утреннем стендапе было принято решение, что мы используем Яву-скрипт, мы используем код HTML и 1С. Конечно, там и Visual Basic думали, и Python, и PHP, и Delphi, но было принято решение именно на двух дополнительных языках программирования. Первым этапом, с чего все началось, это с разработки блока подготовительной проектной документации, такой как сегментация. В начале доклада я говорила, что компания Донстрой занимается строительством объектов разных классов элитной недвижимости. Но понятное дело, что там в строительстве элитной недвижимости есть свои подклассы, назовем это так. И нам необходимо было реализовать документ, у которого был параметр сегментации, и под каждый класс объекта был, соответственно, там свой выбор, да, там для класса Deluxe 1 один параметр, для класса премиум другой, для класса бизнес третий, для класса комфорт четвертый. Но как это сделать, там, чтобы эти все классы были в одном документе? С одной стороны, это не очень удобно для пользователя, потому что они начнут ошибаться и путаться. С другой стороны, документ станет очень объемным, неподъемным, ну и довольно-таки будет сложно. Поэтому было принято решение добавить регистр сведений, который был назван параметром сегментации, и уже на основании параметров сегментации можно было выбирать тот или иной класс объекта. Перейдем с вами к разработке блока подготовки проектной документации и начнем с шаблона технического задания. Как вы знаете, что для каждого класса объекта есть свое техническое задание с разными параметрами, на что нужно обратить внимание. Но, соответственно, держать много шаблонов под каждый класс объекта становится затруднительно в администрировании, в поддержании актуальности, поэтому было принято решение внутри компании «Донстрой», что будет сформирован один шаблон технического задания, который подходит под любой класс объекта строительства, и на основании него уже будет формироваться отдельное техническое задание по тот или иной класс. Соответственно, на основании шаблона технического задания создается техническое задание, где выбирается, мы увидим на экране класс объекта, по какому шаблону заполнена и какая сегментация применяется. Соответственно, на сегодняшний день сегментация только одна, но компания развивается, поэтому в дальнейшем будет появляться несколько вариантов выбора сегментации. Соответственно, как же здесь была применена сегментация? На экране мы видим, то есть есть черный текст, а есть текст курсивом с синим выделением, с зеленым выделением. Соответственно, на основании шаблона формируется точно такой же документ, сохраняется, и в дальнейшем, вот, допустим, здесь, где техническое задание на проектирование объектов строительства, здесь появляется гиперссылка, при нажатии гиперссылки появляется дополнительное окно с выбором объекта сегментации, и так по всему документу. Соответственно, это облегчает труд инженеров, которые составляют технические задания, и лишают, ну, то есть уменьшают количество ошибок при формировании технического задания. Все техническое задание разработано и разбито на абзацы, и здесь как раз использован механизм HTML, и используя, вот как раз на данном скритшоте видно, что использован механизм JavaScript, это разработка механизма одновременного редактирования проектной документации, то есть любое предложение, в любой абзац пользователь может зайти и редактировать, и в одном документе могут работать несколько, да, там десятков, сотен миллионов пользователей. Примерно, как мы, да, с вами заходим в Google Docs и меняем документ сразу там несколькими пользователями. При изменении того или иного абзаца, если появляется ошибка, что абзац заблокирован, значит, в данном предложении, в данном абзаце уже кто-то из пользователей сидит и редактирует, и появляется, соответственно, ошибка, что абзац заблокирован, абзац выделяется красным цветом, и, соответственно, в него невозможно попасть. Результат разработки подсистемы управления требованиями. Что было разработано? Сама подсистема управления требованием к проектированию объектов строительства. По результатам время формирования и согласования документов сократилось до двух недель. Созданы единые НСИИ для всех подразделений, участвующих в формировании документации. Разработан функционал одновременной работы нескольких сотрудников с одним документом в системе. Документы открывают одновременно несколько пользователей и правят текст по абзацам. Если абзац в настоящий момент занят другим пользователем, система окрашивает его в красный цвет и уведомляет при нажатии на него, что абзац занят другим пользователем с указанием фамилии и имя отчества. Доработан модуль печати документа непосредственно из системы с предварительной обработкой исходного документа перед печатью и выбором полей для печати. Подготовлены инструкции пользователей, а также проведено обучение. В чем же суть успешной реализации данного проекта? Документация была не ради документации. Сторона заказчика и сторона исполнителя прекрасно понимала, что детальное написание технического задания – это успех в будущем. Открытость заказчика к новым предложениям. Заказчик предлагал сам улучшения, изменения, и в этом тоже есть успешность проекта. Слаженная работа команды разработки. Программисты 1С и программисты там HTML – это разные люди разного темпераметра, характера и видения. Нам казалось, это будет очень сложно, но это была реально успешность проекта. И готовность команды изобретать новое, то, чего еще никогда нет, и это реально очень круто и здорово. У меня на этом все. Спасибо за внимание. Если у вас возникнут вопросы, на данном слайде наши контакты. Пишите, звоните, оставляйте комментарии, будем рады на них ответить. Всем хорошего дня!